Здарова, друзья, меня зовут Мазл. Добро пожаловать обратно в Даркест Вилл Кассел. Пора на карту. Лавопад. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Сейчас мы это починим. Молоток и гвозди. Понадобится немного времени. Минуточку. Давай работай. Престо. И сделан он на славу, учитывая, что я соорудил его за пару секунд темного экрана. Он не прогнется, а? На пляж. Ну-ка пойдем. Как прикольно здесь. Крабик. Какой уродливый краб. Ну-ка, погоди. Да он же резиновый. Забирай. Почему бы и нет? Это просто игрушка. Бухающий пеликан. О, боже мой. Какая жуткая гора. Радио. Из-за всего этого переполоха я сегодня пропустил свою любимую радиопостановку. Интересно, сумел ли Эдуардо Габриэль купить цветы на день рождения Мерседиты? Забирай. Эй, я тебе не мешаю, а? Вообще-то я слушал радио. Ох, прости. Кокосовое дерево. Кокосовое дерево покрыто шипами. Как и почти все в аду. Если однажды меня спросят, каково оно в аду, я отвечу, да все такое же, как и в обычном мире, только с шипами и лавой. Огромный краб. Надеюсь, он искусственный. Знак. Добро пожаловать в инфернального краба. Лучший бар во всей Прая Дос Фрэндос. Интересно, что значит Прая Дос Фрэндос? Хотел бы я понимать этот чудаковатый адский язык. Полотенце. Выглядит приятно. Хватай. Эй, это мое. Ой, прости, ошибочка вышла. Не думаю, что что-то удастся украсть у трехглазого. Бывает. А этот парень знает, как приглядывать за баром, да? Понимаешь, о чем я? А? Потому что у него три глаза. О, я подумал, это смешно. Это капельку смешно. Поговорим? Привет. Привет. Добро пожаловать на Пре Дос Фрэндос, самый крутой пляж преисподний. И приветствую вас в адском крабе, в вашем новом любимом пляжном баре. Я ваш бармен Пауло де Коста. Вы принимаете злокредитки? Конечно. Но не волнуйтесь, вы можете расплатиться со мной в конце дня. А это место уже стало моим любимым баром. Я же говорил, что вы будете пить? Дайте мне ваше меню. И что у тебя есть? Я хочу Рома. Одну минутку. Вот. Не забудьте вернуть стакан, когда выпьете. Давай, давай. Вот. Не забудьте вернуть стакан, когда выпьете. Дай сюда. Я чувствую себя пиратом, просто глядя на него. Пластмассовые шлепанцы. Ужасно безвкусные пластмассовые шлепанцы. Возьмешь? А они не моего размера. А еще, они воняют. Да хорош тебе. Пляжный зонтик. Зачем он вообще тут нужен? Жара-то идет не от солнца, а от моря лавы, черт возьми. Забирай. Он слишком большой, незаметно украсть не выйдет. Жаберник. Он кажется весьма хладнокровным. Пообщаемся. Привет. Что? Я сказал привет. А, да. Привет. Что вы пьете? А? Ваш напиток. Что это? О, молочный коктейль с гуавой. Что вы слушаете? Я? Расслабляющую музыку. Вы в отпуске? Что? Я спросил, вы в отпуске? О, да. Я в отпуске. Что? 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 А это уже прикольно. Что вы сказали? Что? Я вас не понимаю. Вы не могли бы говорить громче? Я сказал бла-бла-бла-бла-бла. Я вас не слышу. Одну минуточку. Вот. Теперь гораздо лучше. Что вы сказали, мой друг? Хорош. Вам кто-нибудь говорил, что у вас голос профессионального диктора? Вы мне льстите. Я всегда хотел работать на радио, но пришлось заняться семейным бизнесом. Кто-то же должен заботиться о болотах. Но, кто знает, может в будущем получится. Не обращайте внимания. До свидания. Рома. Здесь не нужен Ром? Крабик. Я не могу использовать здесь резинового краба. А можно взять? Глазам своим не верю. Ну и ну. Что такое? Вот то кокосовое дерево. Да это же лучшее кокосовое дерево на свете. Ну, я видел кокосовые деревья и получше. Но оно симпатичное. Не поспоришь. Вот и жульё. Радио. Я выключаю радио. Музыку в аду крутят ужасно старую. Да и что удивительного, если тут допотопные диджей. Море лавы. Какое чудесное море. Оно не только тёплое, но в нём наверняка не придётся волноваться о медузах и акулах. Вон тот жирный пеликан выглядит счастливым, но не слишком здоровым. Посмотри на выражение в его глазах. Он как будто сидит на антидепрессантах. Будешь пить? Похоже, у кого-то тут проблемы с алкоголем. Бедная птица. Пока выходим. Локация появилась. Покажи учебник. Где пропеликана было? Пеликан выпивает токсичное вещество. Канализация что ли? И пустой стакан уже есть. А, была не была. Больше я не знаю, что делать. Стакан и вот это. Я не могу использовать здесь стакан. Нет. А, ещё это есть. Обычно вода не бывает светящейся и зелёной. Давай бахни. Ладно. Теперь у меня есть стакан, не пойми чего. Назовём это канализационной водой. Ну-ка, ну-ка. Угощайся. Опаньки. Ну вот. Я-то ожидал какой-нибудь безумной мутации. Что за разочарование? Ещё и стакан разбился. И кому это рыба? Этой рыбы не стало. Она ушла в небытие. Она протухла и вскоре встретится с дворцом. Она мертва. И сторону в жизнь она покоится с миром. Это бывшая рыба. Забирай. Пока непонятно кому это. Давайте снова сюда. Покажи. Это чертежи для воссоздания пульта управления потайной дверью. Я мог бы такой собрать. Но понадобился бы обычный пульт в качестве основы. И ещё наушники, чтобы усилить позитронные волны. А радио пойдёт? Ну-ка. Ииии готово. Если верить чертежам в логове Чёрного Альберто, это устройство позволит мне открыть тайный вход в замок Виго. Все проблемы с тайными входами в том, что они тайные. Покажи. Мне нужно использовать это устройство, направив его в сторону тайного входа в замок Виго. Весь вопрос в том, где же этот проклятый вход? Давайте искать. Замок. Статуя. Кажется, здесь нет тайного входа. Дверка. Кажется, здесь нет тайного входа. Хорошо. Лавопад? А ну-ка. Давайте посмотрим. Ого, работает! Теперь, когда проход открыт, пульт мне вряд ли понадобится снова. Я его выброшу. Зачем? О, господи. Войти в пещеру? Прекрасно. Топорик. Выглядит очень тяжелым. Интересно, на сколько очков воину нужно прокачать силу, чтобы им размахивать? Возьмешь? Я не могу его сдвинуть. Готов поспорить вытащить искалибру из камня, и то было бы проще. Карта. Судя по карте, эта пещера связана с катакомбами замка. Стопка фотографий дикой природы. Это стопка фотографий дикой природы. Похоже, тема этой съемки – носорог. Возьми. Я возьму всего одну. Какая фотка? Это фотография носорога, который мирно жует траву, глядя в камеру. Череп. Мне почему-то кажется, что умер он ужасной смертью. Коробки злого сока. Бинго! Эти коробки под завязку забиты клубничным злым соком. Поройся. Ну, хорошо, но только одну бутылочку. Он вреден для здоровья. В нем слишком много сахара. Да ладно тебе. Дверка. Похоже, трудности с дверями – тема недели. Ломай ее. Я не могу ни толкнуть ее, ни потянуть на себя. Может поорать? Я не могу говорить с этим. Отвертка. Здесь ничего нельзя отвинтить. За картой? Ого! Такого я не ожидал. Хорош. Я уже думал, что здесь делать? Рычаг. Замаскированный рычаг. Умно. Жахай. Не хочу тянуть за рычаг. Вдруг это ловушка? Не, я шучу. Разумеется, я за него потяну. Престо. Ну, разве не здорово, когда решение проблемы находится в той же самой комнате, что и сама проблема? Что же здесь? Дэн, это ты? Кто же еще? Что ты тут делаешь? Тебя тоже поймали? Нет, я... Я пришел, чтобы спасти вас. Так и знала, что ты нас вытащишь. Ключ от нашей камеры у тебя? Или какой-нибудь главный ключ? Или небольшой заряд взрывчатки? Нет, но я нашел способ сюда пробраться. Уже неплохо. И как ты собираешься нас вызволять? Не знаю, но я придумаю план. Спасибо, Дэн. Ты наша единственная надежда. Да ладно тебе. Лиса. Она выглядит прекрасно, как и всегда. Поговорим. Привет. Что нового? Не знаешь, куда ведет та дверь? В смысле, та, что рядом с нашей клеткой? Да. Наверх, в замок. Но она закрыта. Но если тебе не терпится открыть запертую дверь, сосредоточься лучше на двери нашей камеры. Откуда ты знаешь, что та дверь заперта? Когда Вига уходит, слышно, как он ее закрывает. Я насчитала три крепких замка. Не знаете, где ваше оружие? Нет, мы очнулись уже без него. Скучаю по своему копью. Да. И я по нему тоже. Мы ведь это уже обговаривали, Морж. Копье мое, а у тебя топор. Ой, только не начинайте снова, мальчики. У нас и без того проблем по горло. У тебя не осталось пороха? Нет, мой мешочек с порохом отобрали. Но если принесешь мне наушники и пульт управления, я сумею сделать из них небольшую, но мощную звуковую пушку. О, я... Я не думаю, что в аду есть подобная техника. Ой, братишка. Можешь приготовить еще одно зелье костоправ. Зачем оно тебе? Ну, просто подумал, может сломаем вам все кости, чтобы протащить вас через решетку камеры, а потом вы выпьете костоправ, и кости снова срастутся. Ну, я бы мог переломать ваши кости. Но кто тогда переломает мои? Мне не по душе этот план. Согласна. Давайте лучше забудем о нем. Сосредоточимся на менее кровожадных способах побега. Ладно. Как Виго с вами обращаются? Он нас здесь запер, что еще сказать? Но кормит-то у нас неплохо. Закуски вполне ничего. Основное блюдо пальчики оближешь. Лазанья просто роскошная. Не такая уж и роскошная. Прости, лисичка, но пасту он готовит бесподобно. Хотя десерты у тебя лучше. Точно. Хотя шоколадное суфле было слегка пересушено. Но я не стал ничего говорить, чтобы не обидеть Виго. Что ж, признаюсь, паста и правда была отличная. Но я уверена, что он не сам ее готовил. Ребята, о чем вы? У вас есть план побега? Я попробовала взломать замок, но безуспешно. У меня не хватает навыков. Я попробовал выбить дверь, но ничего не получилось. Дверь укреплена и моей силы недостаточно. Я нашел дохлую крысу. Я же просила от нее избавиться. Да, она дурно пахнет. Но у меня гениальный план. Дурацкий план. Эта крыса не превратится в зомби. А если каким-то чудом и превратится, ты не сможешь выдрессировать ее, чтобы она принесла нам ключ от камеры. Но она мне нравится. Я уже дал ей имя. Пузырик зомби-крыса. Выброси ее. Да, от нее на всю камеру воняет. Так и быть. Выброшу. Но если она превратится в зомби, вы еще пожалеете. Пока все. Не волнуйтесь, и я вернусь. Ты наша единственная надежда. Морж. Славно. Никаких побочных эффектов после Эль Кафе Даля Муэрте. Опять? С ним поговорить можно? Привет. Что нового? Только со всеми. Не волнуйтесь, и я вернусь. Мангуст. Сломать ногу, выпить потенциально смертельное зелье, да еще и оказаться в тюрьме. Да уж, сегодня не день мангуста. Дохлая крыса. Это невероятно уродливая дохлая крыса. И если собираешься превратиться в зомби, прошу, только не у меня в кармане. Дверка. Третья закрытая дверь подряд. Это место слишком хорошо защищено, аж раздражает. Аж трясет. Дверь заперта изнутри. Замок. Надежный замок, но его наверняка можно открыть правильным инструментом. Я знаю, о чем ты. Сосиска в бой. Я не буду использовать здесь сосиску. Ну ладно, мы пока пойдем. Это куда пропуск? Это членский билет клуба чернокнижников. Неудивительно, что владелец его потерял. Ему, похоже, 200 лет. Носорог. Фотка? Эй, это портрет моей мамы. Где ты его нашел? Вон тот парень дал его мне. Я убью его. Успокойся. Он всего лишь без скот. Наверное, он нашел эту картинку, когда ходил в поход. Наверное, ты прав. А ну-ка, дай ее сюда. Можно еще? Я возьму всего одну. Все, я понимаю. А ну-ка на рынок. Фотография. Клей. Эту картинку можно наклеивать. Это оно. Письмо? Теперь у нас есть любовное письмо от носорожиха. Ну-ка, пойдем. Ну как? Эй, это портрет моей мамы. Где ты его нашел? Что это? Ах, смешно, значит, у меня. Твоя вишневая пироженка? Что это значит? Эээ, я не знаю. Мне дал это вон тот маленький тип. Я убью его. О боже. Эй, ты. Что? Полицейский произвол. Погоди, погоди. Почему ты решил, что это твоя мама? У нее два рога на носу, как у моей мамы. Это можно сказать о любом твоем родственнике. Что? Стой, я хотел сказать, это мог быть любой носорог. О, верно. Это правда. Может, это и не моя мать. Думаю, в следующий раз тебе лучше спросить. Эээ, ты знаешь мою мать? Я не понимаю, о чем ты говоришь. О, ладно. Если это не я ошибся. Ничего страшного, сэр. Вся беда с этими млекопитающими в том, что они не могут действовать хладнокровно. Смотри, ты сломал еще один посох. Черт, я пропал. Он спридет в бешенство. Дойди внутрь и замени его. Я тебя прикрою. Хорошая мысль. А ты? Тебе здесь нечего делать. Проваливай. Если кто-нибудь тебя спросит, ты ничего не видел. Да, сэр. Какие мрази, а? Даже не извинились. Бедный бесенок. Ну-ка покажи. Металлическая лошадка. Это металлическая лошадка. Навершие посоха стражника. Забираем. Лошадка. Привет. Здравствуйте, господин Эльбрухо. Добро пожаловать в лавку клуба чернокнижников. В место, где начинается магия. Давай, рассказывай. Какие вещи вас интересуют? Котиков удачи. Я могу поменять на что-нибудь незначительное. Вполне подойдет кроличья лапка, четырехлистный клевер или золото. Что касается других вещей, вам придется предложить что-нибудь того же уровня. Например, бьющееся сердце, свежую эктоплазму или пленку с обратной записью группы, исполняющей тяжелый рак. О божечки. У меня есть другие дела. До свидания. Желаю вам всего наилучшего. Как скажешь. Книга о привидениях. Итак, вы решили завести привидение. Прежде чем нести его домой, нужно решить, кто о нем будет заботиться. Вы должны обеспечить его всем необходимым. Это значит, что привидение должно быть довольно. У него должно быть достаточно времени для игры, физической активности и все необходимое для развития интеллекта. Эта книга поможет вам больше узнать о своем привидении. Звучит заманчиво? Питание привидений. Привидение не нужно кормить, что делает его идеальным питомцем для бедных людей. Да, это удобненько. Ого! Сторожевое привидение. Демоны заводят привидения для охраны своих подземелий, главным образом потому, что привидения прекрасно справляются с низкоуровневыми искателями приключений, охотниками за сокровищами и монстрами, поедающими желтые таблетки. Но как в наши дни выбрать подходящее сторожевое привидение из множества всевозможных видов? Обратите внимание на уровень вашего привидения. Если вы купите привидение низкого уровня, существует вероятность, что его будут часто фармить, и оно не сможет должным образом охранять ваше подземелье и ваши сокровища. Проверьте скорость его респауна. Нет ничего хуже для искателей приключений, чем постоянно возрождающееся привидение. Однако никогда не покупайте привидение низкого уровня с высокой скоростью респауна. Вы же не хотите, чтобы толпы нубов прибегали тренироваться на вашем привидении? Узнайте, какой у него дроп и шанс его выпадения. Опять же, вы хотите, чтобы привидение отпугивало искателей приключений, а не притягивало их? Из большинства привидений после смерти выпадает только эктоплазма. Но будьте осторожны. Из некоторых может выпадать золото, магические предметы, экспа и даже квестовые предметы. Убедитесь, что вы не купили для охраны подземелья такое привидение, или искатели приключений будут постоянно его фармить. Как юдильные советы. Пять причин предпочесть привидения другим домашним питомцам. Первое. Поговорить о своем ручном привидении – неплохой способ завязать беседу. Второе. Привидение благотворно влияет на ваших детей. Третья причина. Привидение будет надежным стражем вашего дома или подземелья. Четвертая причина. Наличие привидения может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Пятая причина. Привидения очень забавные, и они великолепно прикидываются мертвыми. Здоровье привидений. Аллергия к урону светом. Еще одна примечательная особенность привидений заключается в том, что у них высокая сопротивляемость болезням. Иногда у них есть иммунитет к физическому урону, а также урону ядом, холодом или огнем. Однако у привидений врожденная аллергия к урону светом, как и у большей части нежити. Если вы раздумываете над тем, чтобы завести привидения, убедитесь, что у вас в доме нет оружия, наносящего урон светом, и оно не выпадает в качестве дропа в вашем подземелье. Здоровье привидений. Синяя болезнь. Еще одна распространенная проблема среди привидений заключается в том, что они могут быть подвержены синей болезни, призрачному состоянию, которое может быть вызвано стрессом или встречей с монстром, питающимся желтыми таблетками, после того, как он съест таблетки силы. В результате синей болезни привидение становится чрезвычайно уязвимым к физическому урону и может быть легко убито и даже съедено. Вот почему мы настоятельно рекомендуем, как можно быстрее сделать вашему привидению прививку, защищающую его от этого заболевания. Ладушки. Здоровье привидений. Дестабилизация усами. Привидения склонны испытывать дискомфорт, когда сталкиваются с усатыми людьми. Обычно, когда кто-то с такой растительностью на лице пристально смотрит на него, привидение инстинктивно прикрывает свое лицо и перестает двигаться. Хотя это не болезнь и не патология, а естественное поведение. Оно может оказаться нежелательным, если ваше подземелье грабят шотландцы из 19 века, итальянские сантехники или злобные близнецы. Если вы хотите скорректировать такое поведение, мы рекомендуем вам отправить питомца к опытному тренеру-дрессировщику привидений. Обязательно. А это уже интересно. Вызов привидения. Если вы не можете позволить себе купить специально выведенное привидение, вы можете провести простой ритуал вызова домашнего питомца. Ниже перечислены предметы, которые вам понадобятся для этого простого заклинания. Скелет или останки млекопитающего, не рыжеволосого млекопитающего. У рыжих нет души, немного рыжих волос, орех, только не фисташка. Звезда. Ну-ка запишем. Шаг первый. Положите волосы и ореха звезду на скелет. Или останки, из которых вы хотите получить привидение. Шаг второй. Наслаждайтесь вашим новым привидением. Примечание. Мы настоятельно рекомендуем вам использовать только качественные предметы, чтобы вызвать экземпляр хорошего качества. Примечание второе. Вызывайте привидение в таком месте, чтобы вашему питомцу было негде от вас спрятаться. Всё понятно. Пять фактов о привидениях, которых вы не знали. Вы их не узнаете. Хе-хе-хе. Если вам понравилась эта книга, не забудьте купить. Полтергейст. Дикий родственник домашнего привидения. Зомби для чайников. Чайники для чайников. Ядерный синтез и буратино. Как написать книгу о двух несовместимых вещах. Кто ж его знает. Прикольная книжка. Пока на этом всё. Большое вам спасибо за просмотр. И увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин